А там уже новогодняя всякая продают игрушки, ёлки, венки в магазине. Ну, как вам сказать, половина магазинов разрушена, половина уже сделали ремонт и открылись. Ну, как половина, не половина, где-то, наверное, одна треть. Одна треть работает, машин очень много, квиты работают, банки, конечно же, работают, ресторанчиков очень много пооткрывалось. Вон ресторанчик, люди сидят. Зоу-маркет открыт. Кстати, меня спрашивали по поводу самского рынка, открыт он или нет, а пойдёмте посмотрим. Это у нас второй день подряд прогулка, но это хорошо. Вот, пожалуйста, секс-шоп открыт. Открыто секс-шоп. Очень нужная вещь прямо сейчас людям, наверное. Чтобы не скучно было холодными зимними вечерами, когда отключают свет. Ну, кстати, секс-шопы открыты по Харькову, по всему городу очень много. Мы уже с этого смеёмся, потому что, ну, то, что невыгодно, закрываются магазины, а то, что выгодно, открываются снова и снова. Ну и, по всей видимости, всё-таки харьковчане любят там пошопиться. Итак, Сумской рынок работает. Ну, всё горит, я думаю, работает. Сейчас зайдём и посмотрим. Там у меня прогулочка. Главное через дорогу перейти и остаться в живых. У нас сейчас везде говорят о том, что водители не видят пешеходов. Ну, здесь светло, а обычно темно на улицах. И если не одевать светоотражающую одежду, куртки, штаны, то очень большая вероятность быть сбитым на дороге. Так, зоомаркет работает, аптека, простор. Так что... Пироженок много разных. Колбаски, сыры. В принципе, всё работает. Лаваши работают. Хачапури. Тут кто знает грузинские хачапури. Очень вкусные. Ну, там закрыто. Руки. Хорошо. Фруктики открыты. Всё готово, Шэр. Короче... Ну... Здесь закрыто. здесь еще открыто в общем кто спрашивал то работает сумской рынок работает что можете приходить и покупать что вам нужно всякие колбаски балыка бастрома чем довольно таки большой выбор но все равно гораздо меньше чем раньше ну где то так вот если быть объективным то на одну треть рынок работает тоже в принципе как и все магазины везде где-то на одну треть вот так все уже смотреть правде в глаза так мы пойдем обратно откуда пришли но хохолан на сегодня а 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 и а и и и и а и но свет идет только из витрин магазинов, кафе, от светофоров. Так, у нас уже 9 месяцев уличного освещения нет. В других городах все эти 9 месяцев оно было. Ну а сейчас много где тоже экономится электроэнергию, но я так поняла, что не везде все равно. Некоторые люди мне пишут, а у нас есть уличное освещение. Ну и слава богу, а у нас нет. Палаццо Дружине, дворец бракосочетания. Морозец такой чувствуется. У меня написано минус 1, а чувствуется как минус 6. Вот как это понять? Так и написано. Минус 1, а ощущается как минус 6. Ой, там дальше тоже такая фотозона у них в прошлом году была с красивыми мишками. Видите, наряжают витрину магазина. Хорошо, что я вечером пошла гореть. Да, с мишками, как в прошлом году. Сейчас я вам покажу поближе. Вот такая красивая. Видите, люди готовятся. Наряжают. Видите, все в таких мишках. Не знаю, видно будет. Я надеюсь, что будет видно. Здесь такой медведь. И здесь такая была качеля в прошлом году с медведями. Я думаю, в этом году она будет. Вот так вот создается картинка мирного города. Кажется, молодцы люди. Молодцы. Те, кто так делает, это просто молодцы. Там и кафе тоже работает. Ой, у нас лед местами такой. Может, на убийца вообще. Машин много. Так что вот эти вот комментаторы про мертвый город, это я для вас снимаю. Город живой, а не мертвый. Бывает, как почитаешь вообще, что люди пишут. Ну, это шок. Это просто шок. Иногда даже задумываешься. Ну, как бы, может быть, не обследованные, а может быть, обследованные со справкой. Просто выпустили погулять по свету. Не, ну послушайте, ну просто кто знает, кто читает все время. Это ужас. Иногда даже вот читаешь и думаешь, удалить человека, заблокировать. Думаешь, нет, ну нельзя, грешно смеяться над больными людьми. Нельзя. Тут все выбито во всех окнах. Фанера, фанера, фанера. Все везде повылетало. Просто я же говорю, многие уже, ну вот многие. Ну, кто захотел, по своей инициативе, за свои деньги ставили окна и сделали хоть какой-то, чтобы тепло было, какой-то мини-ремонт. Потому что полноценный ремонт, конечно, нет смысла начинать. Видите, везде обмен валют. Видите, обмен валют, обмен валют, магазины телефонов. Видите, обмотируют их. Продолжение следует... Так, если вам понравилось видео, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал. Если есть возможность посмотреть через VPN, буду вам премного благодарна. Всем хорошего вечера!